Приветствую друзья! Поскольку не все еще ценили удовольствие, которое можно получить от связки из САПа и полноценного усилителя для наушников, любимая мною компания SMSL выпускает и решение все в одном. Сегодня мы поговорим о их новом недорогом стационарном комбайне RAV MDA1. Тут я, пожалуй, соглашусь, для данного ценового сегмента даже встроенного усилителя будет достаточно. Ну а когда придет пора двигаться дальше, можно докупить тот же HO200 и завязать их на балансный XLR. Из особенностей у нас два оптических и два коаксиальных входа, есть Bluetooth с APTX HD и льдокодеками, лучший на сегодня USB чип от XMOS и два конвертера ESS ES9039Q2M. Софт гибкий, настроек много, места на столе он почти не занимает, а по возможностям это серьезное решение профессионального уровня. Мало какой аудиоинтерфейс с ним может поспорить. О нем и разговор. Поехали. Коробку для серии RAV сделали как смоль черная с небольшими вкраплениями красного цвета. В комплекте идет документация, пульт управления, Bluetooth антенна, небольшой Type-C кабель и стандартный шнур питания с заземлением. Пульт матовый с возможностью переключать входы и выходы, бегать по системному меню и регулировать непосредственно уровень сигнала. По геометрии девайс ближе наверное к DO200 PRO, но чуть короче в глубину и безо всяких изысканных скосов. Зато на передней части теперь красуется целых два выхода на наушники. Тот самый Pentacon 4.4 мм и студийный джек 6.35 мм. По входам у нас Bluetooth, USB на Type-C разъеме и целых два коаксиальных и оптических порта. На выходе не менее солидно. Уже описанные мною выходы для наушников и классическая пара из RCA и балансных XLR. Дисплей в этой версии улучшили. В информативном ключе конечно ничего не изменилось, однако появились пиктограммки и наконец-то поработали над шрифтами. Кроме того он очевидно вырос в размерах и разрешении. Теперь на нем прямо нарисованы вход и выход для сигнала, но и оставили информацию о активном аудиопотоке и текущей громкости. Регулятор стал больше выдаваться вперед и получил приятный такой чуть смягченный ход. В системном меню можно выбрать один из шести вариантов хода и один из четырех выходов сигнала. Любой из семи цифровых фильтров, включая мой любимый Appadizing, уровень усиления для наушников, версию UAC, звуковой окрас, подстройку джиттера, включить режим с фиксированной громкостью и настроить сам дисплей. То есть у нас тут даже богаче чем было в DO200 PRO. По крайней мере доступна коррекция джиттера и дали возможность окрасить сигнал на свой вкус. Там есть варианты лампы, красоты и кристаллизации. Да, игрушка, но иногда так хочется разнообразить процесс. По начинке идет два чипа ESS ES9039Q2M, то есть последнее поколение, шесть операционных усилителей OPPO 1612, XMOS XU316 на USB и Qualcomm QCC5125 на Bluetooth. Такое, напомню, было еще в DO100 PRO, если кого интересуют альтернативы. Но там без усилителя для наушников и другой набор входов. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически и сразу готов к работе через небезызвестные драйверы в SAP. Однако я все равно настаиваю на установке софта от XMOS. Он гибкий и открывает для нас возможность коррекции задержки и использования профессионального ASIO интерфейса. Со смартфонами, планшетами и разными приставками ЦАП тоже работает, в том числе и через BitPerfect режим. Отдельно радует Bluetooth с поддержкой самых актуальных на сегодня кодеков. Да, качество по воздуху чуток хромает, зато это гораздо удобнее. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП и Ванда Космос. В результате XLR пара показала просто феноменального уровня значения. Чуть попроще в основном в плане АЧХ оказались замеры с RCA. Но еще скромнее я бы назвал то, что получилось с выходов для наушников. С линейников шумы у нас на минус 156 дБ, отличный динамический диапазон и искажения на уровне минус 136 и минус 126 дБ. Для RCA же это минус 134 и минус 124 дБ соответственно для гармонических и интермодуляционных искажений. То есть все просто великолепно. Технически ЦАП прекрасен. Немного иной калинкор сложился с выходами для наушников. Мощность у них совпадает и составляет примерно 9 ВРМС. Ну и оба выхода показывают довольно скромное взаимопроникновение и грязь по шумам. Следовательно двойной земли здесь точно нет. А значит это один и тот же выход просто на разные джеки. АЧХ тут как в случае RCA. Видны шумы по питанию, но они где-то за пределами человеческого слуха. Ну и искажения подросли до минус 130 и минус 123 дБ для гармонических и интермодуляционных. То есть тоже где-то на уровне замеров с RCA. Да, с землей они зря не поработали, можно было бы сделать все гораздо чище. Но в общем очень достойно и главное тут нет вездесущих TPA6120A2. То есть звук будет нормальный. Оговорюсь, прошивку я обновлял. Так что это финальный результат. Наслужим. Звучание с 4,4 мм примерно соответствует тому, что я слышу с использованием усилителя HO200. То есть встроенный усилитель ничего не красит и не уводит ни в какую из сторон. Подача довольно мягкая, музыкальная, с приятным аналоговым характером, неплохой вовлеченностью, выразительностью и передачей эмоциональной составляющей трека. То есть прямо очень похоже, но конечно на внешнем усилителе все куда четче и подробнее. На HO200 я слышу глубину и объем у каждого из инструментов. Сцена прямо рисуется визуально. Да и уровень построения аудиального полотна совершенно иной. То есть для каких-то серьезных наушников я очень рекомендую докупить хороший дорогой усилитель. Для чего-то же попроще хватит и возможности и заложенной в сам девайс мощности. Скажем, Bear Dynamic DT серии или студийным Sony MDR достаточно в стройке. Выше это когда у вас решение уже для аудиофилов. Ну и откровенно дешевые внешние усилители для наушников могут оказаться хуже того, что мы имеем встроенное в RAV-MDA1. Имейте это ввиду. Также сравнил RAV-MDA1 с куда более дорогим саппом DO200 PRO. Это который на 12 чипах Cirrus Logic. И скажу откровенно, я бы наверное за ДО не переплачивал. Да, прошка звучит техничнее, чище и куда напористее. Но так, словно поверх подачи героя нашего сегодняшнего обзора пустили звук еще и с фокусированным пучком. Возможно для этого и намечалась такая куча CS-43-131. Однако это добавляет остроты и некоторой агрессии, а также чуть-чуть подсвечивает верха. Последнее на мой вкус точно лишнее, поскольку сильно утомляло даже мой достаточно тренированный слух. Поэтому RAV-MDA1 я отдаю свои симпатии за аналоговую теплоту и мелодичность, а DO200 PRO за скорость, разрешение и бешеный драйв. По стилям тот же джаз и, например, оркестровую музыку приятнее слушать на RAV. А вот ROG, электронику и что-то тяжелое на DO200 PRO. При этом я сравниваю модели из разных ценовых сегментов. Обратите на это свое внимание. Так-то герой обзором тоже неплохо играет ROG и разного вида электронику. Придраться могу лишь ко всяким утонченным моментам, но это уже вопрос, как говорится, не по цене. Не все даже более дорогие ЦАПы на такое способны. Баз тут объемный, текстурный, с приятным ощущением глубины. Серединка живая, певучая, с достаточным разрешением и просто великолепным масштабом. Верхам тоже радуют. Причем не только телесностью, но и объемом и естественными такими предельно комфортными резонансами. Сцена, хотя и ощущается, но без какого-то особого размаха. Впрочем это скорее вопрос уже к наушникам. По ощущениям мне это напомнило более дорогую модель SMSL DO200 MK2. Но без пространства сцены в глубину и той самой изысканности текстур. То есть, девайс, так сказать, находится на своем месте. Не что-то прямо топовое, но и уже не бюджетное. Дополнительно отмечу встроенный усилитель, который здесь не на вездесущих ТПА-6122. А значит, без привкуса пластика, искусственной сцены и ничем не оправданной агрессии. У нас же все ровно наоборот. Почти ламповая мягкость, подчеркнутый объем и приятная слухом выразительность. RAV MDA1 буквально поет и мне это, друзья, очень понравилось. Подводя итоги, новый стационарный ЦАП линейки RAV лично меня порадовал своим улучшенным дисплеем, удобной ручкой управления, наличием балансных выходов, мощного усилителя для наушников и, конечно, просто потрясающими результатами измерений. Отдельно хочу отметить то, что нам оставили подстройку джиттера и разнообразные окрасы звучания. Пустячок, а очень приятно. По звуку же встроенный усилитель не настолько хорош, чтобы отказываться от дорогого внешнего. Однако в плане подачи особой разницы я лично не заметил. Следовательно, все сделано с умом и с пониманием процесса. По характеру ЦАП довольно певучий, мелодичный, с достаточным уровнем прорисовки, добротной выразительностью и прекрасной вовлеченностью в материал. Сцена тут вполне ощущается, хотя и не рекордная в глубину. У тембров есть вес и объем, да и само звучание предельно живое, ближе к аналоговому, с приятно обволакивающим таким эффектом. Мне этот RAV даже больше понравился, чем более дорогой DO200 PRO. Как-то он душевнее что ли и атмосфера у него комфортнее. Что сказать за свою цену? Это просто шикарное решение. А у меня на этом все. Это была модель SMSL RAV MDA1. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok